Для всех тех, кто немножко следит за церковной группой у нас в Ватсапе, будет немножко понятна сегодняшняя моя тема. Но особенно понятна она для Виталика Иванова, потому что это был он и инициатор, задал такой вопрос и оставил его без ответа. И все же гадали и думали. Но это понятно, это очень, в другой стороны, хорошо, когда мы сами следуем, сами копаемся, сами пытаемся найти ответствующие на Писании. Вопрос, если у кого-то я знаю, что нету, просто вопрос был задан следующий. Мы куплены дорогою ценою, и мы это читаем с вами в первом послании к Коринфянам, вернее, несколько текстов есть. Это 6 глава 20 стих, потом 7 главе также апостол Павел повторяет, эту мысль, и апостол Петр в первом послании, в первой главе 19 стихом тоже эту мысль говорит. А именно, если мы читаем первое послание к Коринфянам, 6 глава 20 стих, первое предложение, «Ибо вы куплены дорогою ценою». И вопрос был следующий. Мы куплены дорогою ценою, а кому была заплачена эта цена? Кому? То есть Христос ее заплатил, а кому Он ее заплатил? Извиняюсь. И я думаю, что, наверное, для многих из вас, ну, или, может быть, для всех, вопрос вообще, ответ, вернее, очевиден, да? И на этот ответ, на этот вопрос есть, может быть, даже несколько ответов, да? И они будут, ну, все, если не напрямую, то как бы косвенно тоже будут правильными. Но вот какие мысли Господь мне дал по этому поводу. Мне было интересно просто. Дело в том, что я в последнее время постоянно что-то, если не всю книгу Иова, то что-то из книги Иова постоянно что-то читаю. И эта книга для меня очень-очень дорога и очень интересна, действительно очень интересна. И вот в свете этой книги, может быть, я бы сегодня хотел как бы осветить эту тему. А именно, давайте с вами прочитаем для начала из первой главы книги Иова. Первая глава книга Иова. Девятый стих. Давайте с восьмого. «И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И девятость их. И отвечал Сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов?» Разве даром? То есть, ну, ни за что, вот просто так он богобоязнен. Вообще, действительно, очень книга Иова удивительная книга. Я вас всех поощряю читать, вникать в нее. Вы знаете, я вот на прошлое воскресенье с молодежью тоже немножко размышляли, и я тоже задался вопросом тогда. Но на тот момент я еще не сам не знал ответа, честно говоря, ну и молодежь тем более. Извините меня, молодежь. Вы знаете, чем интересна эта книга? Она написана за 200 лет до закона Моисеева. То есть, это первая книга вообще в Библии. До того, как получил Моисей пятикнижья, закон Божий, эта книга, вернее, сам Иосиф, Иов и вся история, связанная с ним, она уже была. Она уже была. Это уже случилось. И тем более, она более интересна, что и вопрос, который я задал молодежи, я сказал, ну вот, была ли благодать во времена Иова? Ответ – нет. Был ли закон Моисеев во времена Иова? Ответ – нет. Так каким же образом Иов смог быть олицетворением или эталоном праведности в то время? Вот о нем написано, и сам не кто-либо, это сам Бог дает такую характеристику ему, что он, давайте еще раз почитаем, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Вот такая характеристика. И у Иова не было ни благодати, ни закона. Сегодня мы, имея с вами благодать Божию, знаете, как хромые, как постоянно нужны какие-то костыли, еле-еле добираемся до Царства Небесного. А этот человек, не имея ничего этого, ни закона, ни благодати, имел такую характеристику. И это ли не удивляет, дорогие братья и сестры? Это очень удивляет. Таким же и вопрос, каким же образом это у него получилось? Ответ мы находим, опять же, в книге Библии. Вы знаете, давайте с вами прочитаем один текст. 96-й Псалом, второй стих. Здесь в Псалмоперисе горит такие слова. Псалом 96, 2. Облако и мрак окрест его, правда и суд основание престола его. Суд Божий существовал испокон веков, существует сегодня, и этим закончится мир судом Божьим. Суд Божий существовал всегда. И вы знаете, что помогало или что делали людей богобоязненными в то время? потому что всегда был и существовал суд Божий. Всегда. Просто раньше он работал, знаете, вот так вот. Сделал грех, получи по заслугам. Согрешил, получи по заслугам. И вы знаете, Иов, я не знаю, на своем ли опыте, но я думаю, нет, я думаю, на опыте других, он просто видел. И мы читаем с вами такие слова о, опять же, 118-й псалом, 52-й стих. Об этом очень много написано еще на Писании, я выбрал только некоторые. 118-й псалом, 52-й стих. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Вспоминал суды Твои от века и утешался. Потому что, и мы читаем, что у Давида в псалмах очень много об этом написано, что Давид очень много, почти наравне, как он вспоминает заповеди и закон Божий, который слаще меда, также и о судах, он очень большое место уделяет им. Суды Божии всегда существовали. И суды Божии, они более как, ну, мы понимаем, что такое суд вообще, да, это такая юриспруденция, это юридический такой акт, суд. Еще, почему наталкивает меня на то, что суды Божии были тогда, именно судами Божьими люди научались, люди вразумлялись судами Божьими. Давайте с вами откроем Бытие, 18 глава, 25 стих, очень известный текст, который нам тоже открывает эту мысль. Бытие, 18-25, Бог, вернее, Авраам беседует с Богом перед тем, как погубить Содом и Гоморру. И вот обратите внимание, как Авраам обращается к Богу и говорит, не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя. И, внимание, судья всей земли поступит ли неправосудно. Судья ли всей земли поступит неправосудно? Вы знаете, этот вопрос задавали, наверное, люди на протяжении тысячелетий и до сих пор это задают. Может ли Бог поступить несправедливо? Вы знаете, этот вопрос, я думаю, задавал сам дьявол, вернее, у дьявола этот вопрос всегда существует перед Богом. Разве ты можешь поступить несправедливо? разве ты можешь поступить несправедливо? Это мы читаем как бы между строк, когда он говорит, даром ли богобоязнен Иов? Другими словами, разве ты можешь поступить несправедливо? Он же тебя любит, он же тебе поклоняет только потому, что ты его оградил. А вот отними, ты убери это, а потом посмотри. знаете, поскольку дьявол, поскольку дьявол не может читать наши мысли, или может братья-сестры, не может, он не может его делать. Поэтому, знаете, я слышал такое, что машина Тесла, которая очень знаменитая сейчас, она, у нее постоянный такой апдейт есть, это компьютер на колесах, да, и для того, чтобы ей улучшить ее сервис или ее вождение, она подобна компьютере, в котором ты ездишь, если в какой-то ситуации, какая-то вальд, ДТП, это как такой искусственный интеллект, который сам учится, который сам анализирует все, делает все лучше и лучше и лучше и лучше. Знаете, я когда об этом услышал, я подумал, это очень напоминает мне дьявола, очень напоминает, поскольку дьявол не может наших мыслей, он может только констатировать уже какие-то факты или учиться на каких-то наших поступках, вот обратите внимание, как здесь во второй главе книги Иова он как эксперт, как эксперт заявляет такие слова, давайте прочитаем вторая глава с третьего сиха, и сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И вот здесь я «И отвечал сто на Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть». Такой, знаете, как эксперт, он говорит, я что-то знаю уже о человеке, и Бог ему преподает урок через его, он ничего не знает еще пока. Но, знаете, прошло очень много-много времени, как называет его сам Христос, древний змей, он уже очень изощрился, уже очень-очень-очень поумнел, так скажем. И сегодня он продолжает то же самое дело. Давайте с вами прочитаем еще один текст, который мы находим в книге Откровения. Книга Откровения, 12-я глава, 10-й стих. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Клеветавший пред Богом на нас день и ночь. он это делает, он это делал еще с Иовом, и он это продолжает делать сегодня. Он всегда, что, какие обвинения, что он предъявляет Богу? Все тот же самый вопрос. Можешь ли ты поступить несправедливо? Например, я согрешил, я впал, как ты можешь его помиловать? и постоянно вступает за Христос за нас. И это постоянно происходит. Вы знаете, сегодня дьявол уже, как Иову, не может нам предъявить. Если Иову, вернее, Сасана сомневался в то, что он богобоязнен даром, то сегодня нам он уже не может предъявить. Лишь по одной простой причине. Потому что мы куплены дорогою ценой. Потому что цена уже заплочена. И сегодня если мы богобоязнены, праведны, любим Бога, то это всего лишь ответная реакция на Его любовь. Потому что написано Он прежде возлюбил нас. Христос умер, потому что когда мы были еще грешниками. И сегодня это Он уже не может предъявить нам. Потому что мы куплены. Итак, кому же заплатил Христос эту плату? Христос заплатил эту плату справедливости Божьей. Он заплатил эту плату Божьей справедливости. Потому что судья всей земли не может поступить неправосудно. И другой текст, который мы читаем тоже мне очень Псалом 98 Псалом 4 стих написано так. Ты утвердил справедливость. Ты утвердил справедливость. Вначале мы читали, что Бог, что Его престол это суд, правда, справедливость это Его престол. Это на то, на что Он восседает, что Он изменить не может, потому что Он судья праведный. Мне очень интересна была мысль, как-то я наткнулся на такую мысль. Иммануил Кант сказал такие слова. Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей. И сегодня наша с вами, дорогие братья и сестры, ценность нашей жизни, потому что мы сегодня праведны не потому, что мы такие, а потому что цена заплочена, потому что праведность наша это Христос. Благослови нас Бог в этих размышлениях, Ему слава за все. Аминь.